Не хочешь ли теперь меня догнать? Я побегу вон прямо по дорожке. Ну, раз, два, три! Эрмитажный театр Санкт-Петербурга. Ольга Сосновская исполняет «Арию Марф» из оперы «Царская невеста» в сопровождении оркестра Мариинского театра. За дирижерским пультом знаменитый Валерий Гергиев. Тогда, в 2011-м, еще ничто не предвещает трагедии. Каждый шаг – маленькая победа. Ольга Сосновская именно так, с благодарностью, относится к испытанию, которое и выпало полтора года назад. Тот день, 29 августа 2022-го, оперная певица, помнит в подробностях, поход в лес за грибами едва не обернулся трагедией. Резкий ураган повалил деревья. Одно из них упало прямо на женщину. Мы не знали, что погода испортится. Сильный ураган налетел сильным ветром и валил деревья. И одно из деревьев поломалось и сбило меня с ног. Она чудом тогда не потеряла сознание и сама вызвала скорую помощь. Это и спасло. Я не теряла сознание, и это, наверное, было самое главное. Потому что я бы не знала, как оттуда выбраться. Я руководила, куда ехать, кому звонить, что делать. И проезжали мимо какие-то мужчины, они просто ее сдвинули, меня оттуда вытащили, загрузили в машину и вывезли на трассу, где меня уже ждала скорая помощь. Когда в реанимации она пришла в себя, то не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Приговор врачей был суровым. Перелом позвоночника, тройной перелом ноги. Но Ольга нашла в себе силы задать самый главный, волнующий вопрос. Она не представляла своей жизни без сцены. Врач говорит, не повезло тебе девочкам. Хотя нет, повезло, говорит, осталось в живых. И я говорю, вы знаете, я певица, я актриса, буду ли я, ну как, в моей перспективе. А врач сказал, профессор, ну вы знаете, если только роль какая-то для вас будет с тростью. Для оперной дивы, обласканной вниманием публики, это был тяжелый удар. Восстановление шло долго и медленно. Самым тяжелым была полная недвижимость. В эти минуты Ольга горячо молилась и верила, что Господь не оставит ее калекой. После перелома позвоночника надо лежать на спине два месяца и ни на бок, никуда. Вот это сложно, когда тебе не повернуться даже, да? И болит уже все, ты весь атрофированный. На первый после болезни концерт в Доме инвалидов Ольгу Сосновску привезли лежащий на матрасе. Первый мой концерт, 2 марта, меня отвезли, так как мне еще нельзя было как бы долго сидеть в связи с позвоночником, да? То есть меня отвезли лежа на матрасе, который матрас положили в автобус. Через три дня новое приглашение. На этот раз на концерт с участием известного в музыкальном оперном мире дирижера Теодора Курензиса. Сомневалась Ольга недолго. Прислали приглашение, я понимаю, что я хочу, а муж мне говорит, ну как же ты туда, на коляске что ли поедешь? Я говорю, а что такого? Я что-то плохое сделала, я как-то не так выгляжу, я приведу себя в порядок, я накрашусь, я сделаю прическу и приеду на коляске красиво. И вы знаете, когда уже весь зал полностью сидел и полностью, конечно, был забит, потому что такие люди приезжают вообще, это очень редко, глыбы такие, и уже газ свет, и меня на колясочке так заводит, и народ увидел меня и начал аплодировать, то, что как бы вот я приехала. Это была такая эмоциональная зарядка, такая поддержка вот зрителя, зритель, который тебя любит, понимаете? Но помимо зрительской любви, все это время певицу укрепляли молитвы верующих. Ольга Сосновская много лет поет в церковном архиерейском хоре. От участия в литургию ее не остановила даже травма. На клирос, который в Стефановском соборе находится на третьем этаже, певица поднималась на костылях. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. В этот Стефановский собор Ольга Сосновская пришла лет 25 назад. Тогда он был еще часовней. Мамчик только-только воздвигался на освящение, сюда приезжал тогда сам Алексей II. И мы служили здесь ансамблем благовест на службах, мужской ансамблем благовеста, я у них была солисткой. И тогда здесь был настоятелем отец Владимир. А вот, то есть мы наблюдали, как воздвигали, как раскрашивали. В храм тогда певицу привели переживания. Долгие годы у Ольги не было детей. У меня, это второй брак, и в первом браке у меня не было детей. Я очень хотела детей, я так переживала. Эти переживания остались далеко в прошлом у певицы двое прекрасных взрослых сыновей. Вы знаете, я родила первого ребенка в 33 года, это поздно достаточно уже. И второй мне родился в 35 лет. И в это время я уже пела, ходила в храм. И я думаю, что Николай Чудотворец, мой любимый и святой, я думаю, что он просто тоже услышал мои молитвы. В январе Ольге Сосновской предстоит еще одна операция. Певица надеется, после нее она сможет ходить, как и раньше. Я уверена в том, что, наверное, у меня очень сильный ангел-хранитель. Потому что вот буквально еще какой-нибудь сантиметр, просто можно было остаться, не остаться в живых. И то, что я сейчас имею возможность ходить, и у меня есть надежда все-таки, что я и брошу эту палку. Вот, то есть очень много людей молились о меня. Мне столько писали, приходили, заказывали молебен во все монастыри. И владыка каждый раз постоянно на службах упоминает меня в молитвах своих. То есть я считаю, что мое исцеление и выздоровление благодаря всем тем молящимся, которые молились за мое здравие, я им очень благодарна. Наталья Смирнова, Андрей Андреевский, Юрий Барковский, телеканал Спас.